друзья жук и виталий на связи сегодня как обычно кратко и по делу данный выпуск будет наполнен довольно большим количеством интересных фактов поэтому действительно рекомендую вам досмотреть его до конца очень много моментов для размышления затрону поэтому сегодня не только сухой теханализ но также и посмотрим новостной фон который у нас формируется вокруг криптовалют начать хотел бы с того что в российской федерации сейчас на рассмотрении более 20 законопроектов связанных с цифровой экономикой и всем нам рисует такой фон что якобы криптовалюта это хорошо да мы раньше типы гнобили но сейчас мы увидели в этом большое светлое будущее вот так вот и тут есть такие моменты которые я действительно хотел бы вам рассказать которыми я хотел бы с вами поделиться позитивные движения начались с гайдаровского форума зачем говорить о проблемах давайте поговорим о технологиях о туманном и таинственном будущем и криптовалютах в общем обо всем и ни о чем одновременно глава комитета по финансовому рынку анатолий аксаков затронул тему криптовалюты сказал что действительно понятие криптовалюты должно быть более широкой потому что тот бизнес который сейчас завязан на блокчейн на криптовалютах на майнинге она довольно узкая и действительно в нашей стране довольно проблематично работать с этим кто такие я вас не звал идите тут же сразу подъехали новости о том что россия хочет избавиться от доллара за счет криптовалют за счет покупки криптовалют поддержку дедоларизации опять затронулась тема создания крипто рубля президент страны владимир путин принял решение запустить отечественную криптовалюту крипто рубль начали говорить то что сферу криптовалют я хочу обратить ваше внимание криптовалют не блокчейна планируется инвестировать более 10 миллиардов долларов центральный банк станет регулятором путин поддержит все отлично единственный момент которыми я немножечко напряг то что посредником для реализации всех этих планов выбрали сбербанк российской федерации не так давно было мероприятие посвященное криптовалютам посвященное блокчейнам там было множество специалистов в том числе был грех этим видео и своими соображениями я не делился с вами но на тот момент времени потому что близкие мне люди сказали да нет скорее всего это паранойя сейчас я вставлю некоторые моменты из интервью грефа напишите в комментариях как вы считаете паранойя этой или нет сам сама криптовалюта это комодити это очень часто сказать не очень интересно а вот технология сама очень прогрессивная у меня большие опасения всегда были когда мы убьем возможность обращения криптовалюта как бы не умы не убили огромное количество компаний которые за счет этого развивая технологии общество мало тратит когда мы убьем возможность обращения криптовалюта как как говорится по фрейду и действительно в каких-то долгоиграющих планах именно торги на криптовалюты они под очень большим прицелом то что сейчас говорят о технологии блокчейн вы знаете очень часто это используют просто как красивое словцо на самом деле но особенно наши госорганы технологии распределенного реестра который сейчас работает вовсю абсолютно их устраивает и ввести блокчейн но это будет на самом деле довольно проблематично и более того не нужно но сейчас по крайней мере в россии формируется действительно положительный фон вокруг криптовалюты то что вот и рассматривают серьезные уже не рассматривают это как пирамиду были такие заявления то что больше не считаем что криптовалюта это пирамида даже дают ориентировочные даты то что инвестиции в криптовалюту начнутся с февраля интересное движение учитывая то что рынок падающий глобально и вот сейчас начинается так муссироваться эта тема здесь есть над чем задуматься но вы можете мне сказать да это в россии формируется такой фон как говорится всех облапоши тому подобное здесь я хотел бы обратить ваше внимание то что даже тот же финанс планирует запустить две торговые пары это bitcoin рубль и эфириум рубль на данный момент дата запуска точно еще не анонсирована но мне кажется это напрямую связано вот со всей этой движухой которая сейчас планируется со всеми приемом законопроектов и тому подобное а биржи финанс для многих это ориентир и я вас уверяю вполне вероятно что за биржи финанс эти торговые пары могут и другие крупные довольно крупные биржи тоже принять также хотел бы в этом выпуске затронуть ситуацию с биржей битмэкс довольно важный момент потому что биржи сейчас очень очень серьезные объемы торгов показывает и регуляторы в сша а именно регулятор а мф запрещает деятельность биржи в сша и в канаде да это не самый главный регулятор но я хотел бы обратить ваше внимание то что предпосылки на это есть сек пока что в данной ситуации молчит сек кто не знает центральная комиссия то есть грубо говоря за ними все основное решение но все же я хотел бы обратить ваше внимание то что если вы торгуете на этой бирже но не держите там все бабки то есть держите там только то что вы торгуете потому что в какой-то момент могут сказать то что на этой бирже есть уязвимости и заблокировать счета как сделали это в сша и не спроста есть такие предпосылки при этом я хотел бы обратить внимание то что артур хейс это никак не прокомментировал счета были просто заблокированы это было замято потому что сейчас это как знаете не везде нигде не трубят и вероятнее всего все ждут решение по данному вопросу от сек поэтому друзья будьте аккуратнее на бирже серьезная навряд ли она соскамится но вот какие такие предпосылки и нападки это не есть хорошо что касается хардфорка эфир ему до его перенесли для тех кто меня постоянно смотрят это никакая не новость по той причине что да я сколько еще за три недели до того как должно было быть вот это вот все событие я уже говорил что очень 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 навряд ли и друзья знаю команду батарина это как они обычно анонсируют потом не запускают я вас уверяет числу к десятому скажет что мы ничего не успели хардфорк переносится и соответственно с вами будет большой слив по этому активу насчет константинополя не знаю на то что многие со мной не согласны я пока что еще думаю что опять все же его перенесут момент фундаментально она ничем не подкреплена но держим в уме то что вероятнее всего опять перенесут константинополь куча скептиков мне говорят что да ты чё новые монеты появятся новые монеты будут два форка два скама что касается константинополя 16 января было бы хорошо если бы он был реализован но что-то мне подсказывают что перенесут действительно нашли критическую ошибку и сказали что якобы переносится у нас на февраль месяц здесь я хотел бы сказать довольно важный момент вы знаете мне кажется будет этот хардфорк константинополь во первых здесь надо обратить внимание то что все таки его нам обещают 17 года и сейчас действительно сделано довольно большая работа проделана и тот момент то что типа вот сейчас те кого якобы обманули они покупали эфир в ожидании роста преддверии хардфорка константинополь то есть грубо говоря их накололи они думают ну и в следующий раз наколит почему-то здесь у меня уже такое предчувствие что все будет и здесь важный момент думают что якобы просядет цена эфириума причина здесь довольно простая то что будет снижение хешрейта по сети объясню подробнее соответственно у нас падает а цена награды за блок майнеры будут меньше добывать эфира соответственно мощности будут пересопределяться на более доходные монеты ну и соответственно эфир подешевеет здесь я не совсем согласен здесь я думаю что все таки пойдет тот сценарий когда будет резкий рост по эфиру который будет компенсировать компенсировать вот эту вот доходность поэтому цель среднесрочная по эфиру в 200 долларов она абсолютно прозрачная по крайней мере для меня теперь давайте с вами обсудим что же нам ждать от движения цены 15 числа я рассматривал формацию которую нам показывала эфир как бычью но обращал внимание на то что формация на мелких таймфреймах и может не ну не очень высокой вероятностью всего этого дела в итоге мы вышли с вами в консолидацию на уровне на плюс-минус 125 долларов периодически понемножечку падали понемножечку росли на и в сообществе на ю тубе соответственно я вам рекомендую посмотреть иногда я пишу в нашу группу вконтакте свои мысли и в сообщество на youtube я написал то что движение внутри канала но и до сих пор такие и есть смысл его продавать даже в какой-то маленький минус напомню закупался от уровня 120 до 130 долларов есть его смысл продавать в какой-то минус от уровня 117 ну там 117 плюс-минус тогда его надо сливать и подхватывать где-то на уровне 112 плюс-минус на данный момент мы с вами увидели движение внутри канала опять она не дошла до уровня 117 его начали откупать если смотреть 4-часовой локальный таймфрейм то довольно неплохая у нас поддержка также если рассматривать дневки то глобально тоже поддержка у нас идет на уровне 117 плюс-минус поэтому я считаю что эфир стоит фиксировать только непосредственно при пробитии этого уровня сейчас если у него какие-то идут движения внутри канала то лучше поддержать подождать потому что сейчас опять могут начать спекулировать на новости с константинополем ну плюс я думаю что вероятнее всего хардфорк у нас с вами произойдет входить ли в эфириум на данный момент считаю что пока не стоит на данный момент есть смысл понаблюдать ходить в фильме есть смысл только от уровня 129 долларов там он должен показать движение до уровня 137 долларов соответственно при пробое 117 цели которые мы ждем по эфириуму это 105-113 вот плюс-минус в этой области есть смысл его подхватывать чтобы не пропускать новые выпуски обязательно нажимайте колокольчик работы